Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. И самый главный вопрос сейчас, достиг ли биткоин своего дна? Все говорят об этом, во всех социальных сетях и во всех комментариях. И большинство людей на рынке верят в то, что биткоин упадет намного ниже. Звучат прогнозы от 100 долларов до 10 тысяч долларов за монету. Но что если я скажу тебе, что все ошибаются насчет того, когда биткоин достигнет своего дна? Сегодня я докажу тебе это и покажу, что случится вместо общепринятых ожиданий. В этом видео мы рассмотрим множество всего. Тебя ожидает очень много информации, поэтому я надеюсь, что ты готов. Если ты готов, покажи это лайком. Давай наберем хотя бы 4000 лайков. Мне будет очень приятно и я буду мотивирован на продолжение своей работы. Также напиши в комментариях свой прогноз, как ты думаешь, что будет дальше с биткоином. Достиг ли он дна или еще будет падать? Ну и после того, как ты досмотришь это видео до конца, обязательно ответь на вопрос, который я тебе задам. Твое мнение очень важно для оценки ситуации. Кроме того, активность, которую ты проявляешь, позволит большему количеству увидеть это важное видео. Особенно важное для биткоин-холдеров. Итак, мы начнем с того, что называется P-Cycle Bottom. Что мы заметили здесь? Это то, что у нас намечается пересечение прямо в ближайшее время. Почему это интересно? Потому что в истории было лишь два таких пересечения. В 2018 году и в 2015. И оба этих пересечения четко обозначили достижение биткоином своего дна. Третье пересечение в истории, которое вновь обозначает приближение дна, должно случиться в любой момент. Посмотри, как мы близко к этому вот здесь. Отыграет ли это на этот раз так же хорошо, как в прошлый? Для ответа на этот вопрос давай используем индикатор MZ Bitcoin-осциллятор. Этот индикатор также исторически предсказывал дно. Что в этом индикаторе необычного? Это то, что когда он меняется с зеленого на красный, это обычно хороший бычий сигнал. Так было, например, в 2015 году и так было в 2018 году. Этот осциллятор покраснел и это привело к росту биткоина вот здесь. Но когда этот осциллятор позеленел, это привело к новому падению биткоина. Очень хороший индикатор. Теперь все становится еще интереснее. Вот эти большие зеленые столбики вот здесь, здесь, здесь и здесь. Индикатор отрисовывает именно тогда, когда биткоин достигает абсолютного дна. Так, например, в 2015 году вот здесь мы видели этот столбик. И биткоин действительно после медвежьего рынка достиг своего дна. То же самое мы видели в 2018 году. Этот индикатор отрисовал большой зеленый столбик. Это обозначало дно биткоина после вот этого медвежьего рынка. Что прямо сейчас происходит? А то, что этот зеленый столбик снова появился. Прямо сейчас. За всю историю биткоина этот индикатор отрисовал 4 таких сигнала. И ни разу не ошибся. Сейчас мы видим пятый такой сигнал. И ты можешь спросить, а какие еще есть факты? Ведь прямо сейчас вообще все кричат о том, что биткоин рухнет еще ниже. Кто-то говорит даже о том, что он будет стоить 200 долларов. Представляешь? Люди кричат об этом. Окажутся ли они правы? Или все же большинство допустит ошибку? Давай рассмотрим еще один интереснейший индикатор. Здесь ты видишь две средние скользящие на недельном ценовом графике биткоина. Это 100-дневная и 20-дневная средняя скользящая. И мы видим, что лишь трижды за всю историю случилось их пересечение. 20-дневная средняя скользящая пересекла 100-дневную сверху вниз. Всего три раза за всю историю биткоина. Это произошло, например, в 2015 году. Это пересечение признаменовало собой наступление дна биткоина после медвежьего рынка. То же самое мы наблюдали в 2018 году. Пересечение признаменовало собой достижение биткоином дна после медвежьего рынка. И что происходит сейчас? Что мы видим? Мы видим такое же пересечение прямо сейчас. В тот момент, когда биткоин упал до 17,5 тысяч долларов, это пересечение и случилось. Означает ли это, что 17,5 тысяч долларов вот здесь являлось дном биткоина? Достиг ли он своего дна уже? Давай рассмотрим еще несколько графиков. Опытному трейдеру необходимо рассматривать целую серию графиков и индикаторов, чтобы принимать решения. Следующие графики, которые я тебе покажу на самом деле, находятся по ту сторону внимания большинства людей. Давай рассмотрим с тобой прямо сейчас два сценария. Первый, что мы уже достигли дна. Второй, что мы пойдем еще ниже. Давай разберемся, за каким из этих сценариев находится большая сила и аргументация. Можно сказать, что мы в здании суда, а ты не просто зритель, а член жюри. Каково твое решение? Какой сценарий тебе покажется более близким? Посмотри это видео до конца и обязательно напиши в комментариях. Это очень важно для того, чтобы оценить общественное мнение. Итак, давай начнем. У нас есть два графика, которые также доказывают, что мы либо уже достигли дна, либо уже очень близки к нему. Итак, первый график называется Golden Zone, то есть Золотая Зона. Следует отметить, что за всю историю биткоина его цена находилась в этой зоне лишь пятый раз. Первые четыре из них уже отыграли. Пятая, как ты видишь, только началась вот здесь. И как ты видишь, первые четыре этих зоны оказывались впоследствии нереально хорошей возможностью для покупки биткоина. Наверное, это то, что называется шансом всей жизни. Ты наверняка хотел бы купить биткоин, например, в этой зоне. Или, например, в этой зоне. Или, например, в этих двух зонах. И как ты видишь, прямо сейчас мы находимся в такой же зоне. И вот в чем заключается секрет. Когда цена биткоина находится в этой золотой зоне, а эта зеленая линия достигает самой нижней границы, это означает, что биткоин достиг своего дна. Да, это произошло в 2012 году, это произошло в 2015, это было в 2018, 2019 и даже 2020, когда коронавирус обрушил рынки. И теперь мы снова находимся и в золотой зоне. И эта зеленая линия не то, что коснулась нижней границы, а ушла ниже нее. Это очень важно. Запомни это. В конце видео это еще пригодится для принятия решения. Переходим к следующему графику, который, как мне кажется, стал самой лучшей стратегией для того, чтобы определять, когда покупать биткоин. Здесь у нас сразу три индикатора. Это красная линия, это 200-дневная средняя скользящая. Также у нас есть индекс относительной силы и стахастический индекс силы. Теперь самое важное. Для определения дна биткоина нужны три условия. Цена биткоина должна опуститься ниже этой 200-дневной средней скользящей. Индекс относительной силы должен коснуться нижней границы. И стахастический индекс относительной силы должен провалиться ниже нижней границы. Совокупность этих трех условий обозначает достижение биткоином дна на медвежьем рынке. Это произошло, например, в 2011 году. Цена биткоина упала ниже 200-дневной средней скользящей. Индекс относительной силы коснулся нижней границы. Стахастический индекс относительной силы провалился ниже нижней границы. То же самое мы наблюдали в 2015 году. Посмотри, все три условия. В 2018 году все три условия. И, наконец, в 2020 году все три условия. Даже во время коронавирусного обвала это сработало. Но что происходит сейчас, в 2022 году, когда цена биткоина упала до 17,5 тысяч долларов? Что мы видели? А то, что цена биткоина упала ниже 200-дневной средней скользящей – раз. Индекс относительной силы, вот этот зеленый график, коснулся нижней границы – два. И, наконец, стахастический индекс относительной силы провалился ниже нижней границы – три. Этот сигнал с 2011 года появлялся только четыре раза. И четвертый раз – это сегодня. В прошлые разы он идеально обозначал дно биткоина или его приближение. Вопрос, сработает ли он на этот раз или есть иные сценарии развития событий. Давай рассмотрим графики, которые могут сигнализировать нам о втором сценарии развития событий, что биткоин может уйти еще ниже, а не достигнуть своего дна. Итак, мы рассмотрели несколько свидетельств того, что биткоин либо достиг дна, либо скоро его достигнет. Но как насчет другой точки зрения? Это недельный график биткоина, и здесь мы видим красивенный медвежий флаг. Вот он. Начинался он с самого пика биткоина в 69 тысяч долларов. Целью такого медвежьего флага является поход вниз на высоту его флагштока. И, как ты видишь, мы идеально отыграли этот сценарий. Мы таки сходили вниз на высоту этого флагштока. Это так красиво. Да, свечи теней падали ниже, но тела свечей закрылись выше. Это так красиво, что я буквально получаю от этого удовольствие. А в чем же негатив? А в том, что этот медвежий флаг привел цену биткоина ниже этой синей скользящей. Нужно отметить, что цена биткоина никогда в истории не опускалась ниже этой скользящей. Если опускалась, то только тенями свечей. Тела свечей всегда закрывались выше. Теперь же, как ты видишь, мы пять недель подряд закрываем свечи ниже. Это плохой сигнал. На следующем графике мы видим логарифмические кривые для биткоина и индекс относительной силы на месячном графике. Мы видели в прошлом не раз, что нижняя граница этого логарифмического канала служила сильнейшей поддержкой. Даже во время коронавирусного обвала мы не задержались ниже нее. Но теперь, впервые в истории биткоин провалился ниже этой линии и закрывает уже третью свечу под ней. Если что, одна свеча это один месяц. При этом, как ты видишь, индекс относительной силы провалился ниже этой нижней границы. Что это значит? Что нижняя граница логарифмического канала, которая всю историю была поддержкой, сейчас стала сильнейшим сопротивлением, с которым биткоин не сталкивался никогда за всю свою историю. И, наконец, я хочу показать тебе шестимесячный график биткоина. Такой ты точно не видел. Здесь тоже мы видим кое-что интересное. А именно, самую последнюю свечу, точнее даже две свечи, которые формируют то, что называется bearish and gulfing. Или же медвежье поглощение. Что это такое? Медвежье поглощение является моделью разворота восходящего тренда и состоит из двух свечей. Первой из которых идет бычья, а второй медвежья. И мы видим это здесь. Бычья свеча и медвежья свеча. При этом медвежья должна полностью перекрыть бычью, а тени свечей должны быть минимальными. И мы это тоже видим. Обычно такая формация приводит к продолжению падения. Как ты видишь вот здесь, в теоретическом примере. Итак, для второго сценария у нас аргументация следующая. Сильнейшее сопротивление за всю историю биткоина. Мы находимся ниже этой синей скользящей, чего не было никогда в истории биткоина. И, наконец, у нас на шестимесячном графике модель медвежьего поглощения. Пересмотри это видео еще раз и попробуй вынести вердикт. Какая аргументация, какой сценарий тебе кажется наиболее логичными и сильными? Сделай только один выбор и напиши в комментариях. Это будет типа опроса. Обязательно возьми в нем участие. Я же дам свое мнение. Посмотри на этот график. Здесь мы видим два главных уровня. 19,5 тысяч долларов и 13,5 тысяч долларов. 19,5 тысяч долларов это пик предыдущего булрана в 2017 году. И мы видим, что после обвала 2022 года именно этот уровень стал сильнейшей поддержкой для биткоина. Второй месяц подряд мы сидим прямо на нем. 13,5 тысяч долларов это следующая сильная поддержка. Возможен ли поход к этой отметке? Если биткоин не удержит 19,5 тысяч долларов, то да. Но, но если следующие месячные свечи будут закрываться выше 19,5 тысяч долларов, это будет просто невероятно хорошо. После этого навряд ли биткоин достигнет 13,5 тысяч долларов когда-либо. Посмотри на эту красоту. После массивного обвала биткоин идеально держится выше 19,5 тысяч долларов. Это очень-очень сильная поддержка. Мы никогда не опустимся до 13,5 тысяч долларов, если следующие свечи биткоина не закроются ниже 19,5. Пока что мы это не сделали. Да, у нас были свечи ниже этой границы. Но тело свечи закрывалось всегда выше. Это означает, что под 19,5 тысяч долларов люди активно и агрессивно выкупали все просадки. Также не забывай, что у нас есть целых 5 подтверждений, что биткоин уже достиг дна или близко к этому. Во-первых, это P-Cycle Bottom, это MZ-Escillator, это наше пересечение средних скользящих, это Golden Zone, это RSI и Stochastic RSI, это глобальное скользящее и так далее. Множество графиков, которые прямо кричат о достижении дна. Мое честное мнение, которое я уже не раз озвучивал, большинство людей на любом рынке исторически пропускает дно. Почему? Потому что они сидят и ждут еще более низких цен. Ты никогда не словишь дно, запомни. Но ты можешь накапливать монеты по мере его достижения. И после, когда начнется бычий рынок, ты не пропустишь свои прибыли. Если же ты будешь ожидать более низких цен, то потом ты будешь покупать на бычьем рынке и, скорее всего, потеряешь деньги еще раз. Если опустить свои эмоции, я бы сказал, что очень много фактов указывают на то, что дно уже было или близко. Но если бы я говорил на эмоциях, я бы сказал, какое ужасное падение, какая ужасная экономика. О мой бог, мы падаем до тысячи долларов. У нас тут ФРС США кошмарит рынки. У нас тут война. У нас инфляция. У нас глобальная рецессия. У нас пандемия, процентные ставки. И что только хочешь. Просто какой-то ужас. Но графики говорят мне о том, что дно близко. А я доверяю графикам. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это действительно тот еще труд. Делать такие разборы. Поэтому мне будет очень приятно. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok